Вы представляете, нас окружает огромное количество неиспользованной энергии. У моего друга кран бьется током. А все потому, что у соседа бойлер не заземлен. А у другого знакомого батарея отопления искрит. И сейчас я покажу, как можно часть этой бесплатной свободной энергии собрать. Для освещения и для зарядок мобильных устройств. Для этого нужно взять провод, желательно потолще. И подсоединить его к надежному заземлению. В моем случае я подсоединяю к водопроводной трубе. Немножко окислилась труба. Сейчас попробую под этот болтик засунуть провод. А другой провод подсоединяем к нулевому проводу в электрической сети. Для этого аккуратно вставляем вилку в розетку. Тут уже напряжение, надо быть осторожным. И потом с помощью индикатора фазы определяем, где у нас фаза. Видно, что на этом проводе фаза. Выдергиваем, запоминаем, как все было. И фазу изолируем, чтобы случайно не влезть и не ударило током. Она нам не понадобится. Между этими проводами всегда есть небольшой потенциал. Сейчас померяем. 2,8 вольта. Хватит только на светодиод. Но это уже неплохо. Током не вилет. Но неплохо горит. Мерцает немножко, но камера это не улавливает. А, глядь, смотри, фокус не горит. Вау, эффект. Разность потенциала возникает из-за перекоса фаз в электрической сети. Это нормально. Обычно эту энергию сбрасывают в землю. А мы можем ее с пользой применить. Для этого надо лишь повысить напряжение с помощью обычного трансформатора. Достать его можно из старой электроники. Например, из такой вот балалайки. Открываем. Аккуратненько. Вот он. Он уже здесь оборванный. Этот трансформатор рассчитан для того, чтобы понижать сетевое напряжение для питания магнитофона. Мы же его включим в обратную сторону. То есть, подадим наше низкое напряжение на выход. И оно должно повыситься примерно до 220. Пробуем. Вот у нас заземление. Вернее, это ноль. А второй провод у нас это заземление. Аккуратненько. Не забываем, что напряжение повышается. Чтобы током не ударило, все делаем очень аккуратно. Проверим работоспособность с помощью тестера. Так, на входе у нас 2,2. Совсем низкое. На выходе, аккуратненько, мере. 64, 66. Но это, конечно, не 220. Но, тем не менее, что-то от него запитать можно. Сейчас мы посмотрим, хватит ли этой энергии для того, чтобы зарядить телефон. И... И ее не хватает. Я прозвонил тестерам и выяснилось, что на кране плохой контакт. Сейчас мы его получше зачистим, прикрутим. Потому что есть падение напряжения. Вот я думаю, к этой штуке будет лучше контактить. Сейчас мы это все увидим. Что у нас получилось? 199 вольт. 200 вольт. Почти 220. Мы сюда примотали вот такую вот вилочку. Включаем туда зарядочку. Опа. Еще мы видим зарядка. Все равно не пошла. Пытается стартануть, и тут же выключается. До 60 просит. Давайте попробуем тогда такого монстрика. Это звуковой трансформатор с лампового магнитофона Яуза. Он немножечко выглядит пожирнее. Он вообще маленький, вы видите? Но тут, наверное, 1 ватт, не больше. Этот, наверное, уже ватт 10 выдержит. Может, даже того больше. Даже кажется немножко эскрит. Очень хороший признак. Интересно, сколько же тут вольт получится? Оооо! 233! Да ладно! Попробуем нашу зарядочку. Заработает она от этого жиренького трансформатора? Или нет? Подсоединяем аккуратненько. Так, от 220, это вам не шутка. Да, она работает! Смотрите, без перерывов. 79% зарядки, идет заряд. Это круто! Давайте попробуем лампочку воткнуть. Оп, зарядка перестала идти. Вот такая у нас есть суперкукуруза, которая участвовала в предыдущих экспериментах. И у нее вот так контакты удобно расположены, как раз под этот трансформатор. Пробуем. Ого! Аж искра была! Горит ярко, но все равно синяя что-то мерцает. Вот что и не так? Такое противное мерцание прям по глазам давит. Страбосков. Давайте другую лампочку. Нашел в старой люстре вот такую лампу. Сейчас мы попробуем. Она, конечно же, еще большей мощности. 32 ватт аж. Но она другого типа. Пробуем подсоединять. Вот облом. А не, не! Загорелась! Она долго думала, но зато не мерцает. Смотрите, разгорается. Бесплатная энергия из земли. Ее хватает, чтобы засветить такую лампу. Пускай она не в полную яркость горит, но она работает. Но самое интересное, что даже при отключении света эта энергия не пропадает. Это бесплатное освещение очень удобно использовать в роли ночника. Единственный недостаток этих блуждающих токов, то что напряжение нестабильное в течение суток может меняться. Вот только что лампочка горела ярко, теперь вы видите, она уже еле мерцает. Но буквально через минуту-две она опять может загореться ярко. Какие ты хочешь, чтобы мы проверили источники альтернативной бесплатной энергии? Пиши в комментариях, а мы сделаем это. Подпишись на Криосан и будем осваивать свободную энергию вместе.